Аудиокниги Эмиль Золя Добыча Рене, повинуясь легкому толчку двинувшейся коляски, выпустила из рук лорнет и снова откинулась на подушке. Зябким жестом она натянула на себя конец медвежьей шкуры, заполнявшей глубину коляски точно шелковистой снежной скатертью. Ее руки в перчатках исчезли в мягкости длинной волнистой шерсти. Поднимался ветер. Теплый октябрьский день, на миг придавший Булонскому лесу весенний вид и заставивший светских дам выехать в открытых экипажах, грозил закончиться холодным вечером. Несколько мгновений молодая женщина просидела, свернувшись клубочком в теплом уголке, отдаваясь сладкому укачиванию всех этих вертевшихся перед нею колес. Затем она подняла глаза на Максима, который спокойно раздевал взглядами раскинувшихся в соседних экипажах женщин. «Послушай, ты в самом деле находишь Лауру де Уриньи хорошенькой?» — спросила она. «На днях, когда было объявлено о продаже ее бриллиантов, вы так ее расхваливали? Кстати, ты не видал бриллиантового ожерелья и эгретки, которые твой отец купил для меня на этой распродаже?» Молодая женщина слегка повела плечами. «Что и говорить, он молодец», — сказал Максим, не отвечая на ее вопросы, злоусмехаясь. «Но он ухитряется за раз и уплатить долги Лауры, и подарить бриллианты жене». «Дрянной мальчишка», — прошептала она, улыбаясь. Молодой человек, наклонившись вперед, следил теперь за какой-то дамой, зеленое платье которой заинтересовало его. Рене откинула голову на подушке, лениво щурясь на обе стороны аллеи, не различая ничего. Направо тихо скользила чаще. Низкорослый подлесок с порыжевшими листьями и жидкими ветвями. Иногда по дороге, предназначенной для всадников, проезжали кавалеры с тонкими талиями, вздымая галопом своих коней легкие клубы мелкого песку. Налево за небольшими, сбегающими вниз лужайками, пересеченными кое-где клумбами и купами деревьев, дремало озеро, кристально чистое, без малейшей пены, как бы отчетливо вырезанное заступом садовников. По другую сторону этого ясного зеркала, соединенные серой полосой моста, два острова вздымали свои приютные скалы, вырисовывая на бледном небе театральные очертания своих сосен и других вечно зеленых деревьев. Их темная хвоя, отраженная водой, казалась бахромой занавесок, которыми кто-то искусно задрапировал край горизонта. Этот уголок природы, эта декорация, казавшаяся свеженаписанной, были окутаны легкой мглою, голубоватым туманом, последний штрих, придававший деталям утонченную прелесть, вид очаровательно лживый. На том берегу островная беседка, будто только что покрытая лаком, блестела, как новенькая игрушка. И все эти полосы желтого песку, эти змеящиеся по лужайкам и огибающие озеро узкие садовые тропинки, окаймленные бронзовыми подобиями деревьев, вырезывались в этот поздний час на смягченно-зеленом цвете воды и травы страннее обыкновенного. Привыкшая к изысканной прелести этих ландшафтов Рене, вновь охваченная усталостью, опустила веки. Теперь она глядела лишь на свои тонкие пальцы, навевая на них длинную медвежью шерсть. Но вот в равномерной рысе верениц с экипажей произошел перерыв. Рене подняла голову и поклонилась двум молодым женщинам с влюбленной томностью раскинувшимся бок о бок восьмерессорной коляске, с треском отъезжавшей от берега озера в боковую аллею. Одна из этих дам, маркиза де Эспане, муж которой, адъютант императора, только недавно с шумом перешел в лагерь сторонников новой власти к великому негодованию старой брюзжащей аристократии, была одной из самых знаменитых львиц Второй империи. Другая, госпожа Гафнер, была замужем за известным кольмарским фабрикантом, обладателем 20 миллионов, которого империя превратила в политического деятеля. Рене, знавшая еще с пансиона этих неразлучных подруг, как их с тонкой улыбкой именовали в свете, звала их по именам Аделиной и Сусанной. Улыбнувшись им, она собиралась было опять свернуться клубком. Смех Максима заставил ее обернуться. «Нет, право же, не смейся, мне не на шутку грустно», сказала она, видя, что молодой человек иронически смотрит на нее, подсмеиваясь над ее видом. «Значит, у нас большое горе, мы, значит, ревнуем», сказал с комической интонацией Максим. Рене приняла удивленный вид. «Я?» — сказала она. «Я ревную? С чего бы это?» Затем она прибавила с презрительной гримаской, как бы вспомнив что-то. «Ах, да, это из-за толстой лауры-то? Вот уж и не думаю о ней. Если арестит, как вы все стараетесь убедить меня, уплатил ее долги и избавил ее таким образом от поездки за границу, это только доказывает, что он не так уж любит деньги, как я думала. Это вернет ему благосклонность дам. Я предоставляю моему почтенному супругу полную свободу». Она улыбалась. Она произнесла слова почтенный супруг самым дружески равнодушным тоном. Вдруг снова опечалившись, она обвела вокруг себя отчаянным взглядом женщины, не знающей, какой забавы ей развлечься, и прошептала. «О, мне хотелось бы...» «Но нет, я не ревную, нисколько не ревную». Рене остановилась в нерешительности. «Видишь ли, мне...» «Просто скучно», вдруг сказала она отрывисто. Она замолчала, сжав губы. Вереница экипажей все еще тянулась по берегу озера ровной рысью со своеобразным рокотом дальнего водопада. Теперь налево, между водой и шоссе, выселись рощицы зеленых деревьев, с тонкими и прямыми стволами, слагавшимися в затейливые пучки колонок. Направо и чаще и низкий подлесок кончились. Булонский лес развертывался обширными лужайками, огромными коврами травы, среди которых кое-где поднимались группы высоких деревьев. Зеленый, слегка волнообразный покров травы тянулся до ворот Деламюэт, низкая решетка которых казалась издали куском черного кружева, протянутым вдоль земли. На скатах, в ложбинках трава казалась совсем голубой. Эрене смотрела вдаль неподвижным взором, точно этот расширившийся горизонт, эти мягкие, увлажненные вечерним воздухом луговины, заставляли ее живее ощущать пустоту ее души. После некоторого молчания она повторила тоном скрытого гнева. «Ох, мне скучно, смертельно скучно». «Знаешь, с тобой не весело», сказал спокойно Максим. «У тебя, должно быть, нервы разыгрались». Молодая женщина откинулась вглубь коляски. «Да, нервы», ответила она сухо. Затем она приняла материнский тон. «Видишь ли, я старею, дитя мое. Мне скоро тридцать лет, это ужасно. Ничто меня не забавляет. Ты не можешь этого понять, тебе только двадцать». «Что это? Разве ты взяла меня с собой для того, чтобы исповедоваться?» прервал ее молодой человек. «Тогда ведь этому конца не будет». Она ответила на эту дерзость слабой улыбкой, как на вспышку балованного ребенка, которому все дозволено. «Не тебе бы жаловаться», продолжал Максим. «Ты тратишь больше ста тысяч франков в год на туалет, живешь в роскошном доме, имеешь великолепных лошадей, твои капризы становятся законом, и о каждом твоем новом платье газеты говорят точно о событии необычайной важности. Женщины тебе завидуют, а мужчины отдали бы десять лет жизни за то, чтобы поцеловать хоть кончик твоих пальцев. Правду я говорю?» Рене, не отвечая, качнул утвердительно головой. Опустив глаза, она снова принялась завивать медвежью шерсть вокруг пальцев. «Не скромничай», продолжал Максим. «Лучше признайся прямо, что ты один из столпов второй империи. С глазу на глаз в этом признаться можно. В тюэлери, у министров или у простых миллионеров, на верхах и внизу ты и везде царица. Нет такого удовольствия, которым бы ты не насладилась волю. И если бы я осмелился, если бы меня не удерживало должное уважение к тебе, я сказал бы...» Он приостановился на несколько секунд, смеясь, но потом бесцеремонно докончил. «Я сказал бы, что ты вкусила от всех плодов». Рене и бровью не повела. «И тебе скучно», продолжал с юмористической живостью молодой человек. «Но ведь это же безумие! Чего же ты хочешь? О чём ты мечтаешь?» Рене пожала плечами, как бы говоря, что и сама не знает. Голова её была опущена. Максим увидел на её лице такое серьёзное и мрачное выражение, что замолчал. Тогда он начал рассматривать вереницу экипажей. Доехав до конца озера, она расширялась, заполняя собой обширный перекрёсток. Экипажи, высвободившись из тесноты, поворачивали с величавой грацией. Ускоренная рысь лошадей звонко стучала по жёсткой почве. Коляска, описывая круг, чтобы занять своё место в общей веренице, слегка покачнулась. Это отозвалось в Максиме смутно-сладостным ощущением. Уступая желанию напасть на Рене, он сказал, «Знаешь, чего бы ты заслуживала? Ездить на извозчике. Это было бы тебе по делам. Эда, взгляни ты на всех этих возвращающихся в Париж людей, ведь они все у твоих ног. Тебе кланяются как царицы. Не хватает только, чтобы твой друг-сердце, господин де Мюсси, послал тебе воздушный поцелуй». Действительно, Рене кланялся какой-то всадник. Максим проговорил свои слова лицемерно насмешливым тоном, но Рене, почти не оборачиваясь, только пожала плечами. На этот раз у молодого человека вырвался жест отчаяния. «Неужели уж до этого дошло?» сказал он. «Но, боже мой, у тебя ведь все есть. Чего тебе еще надо?» Рене подняла голову. В ее глазах горело жаркое пламя, страстная потребность неудовлетворенного любопытства. «Я хочу другого», ответила она в полголоса. «Да раз у тебя все есть», продолжал Максим, смеясь, «другое это значит ничего». «Что другое?» «Что?» повторил Рене. Рене.